С 26 мая ученики 9-х и 11-х классов начнут сдавать государственные итоговые экзамены. По предварительным подсчетам, процедуры итоговой аттестации пройдут 904 ученика 9-х классов и 354 11-классника. Множество касается выпускников 9-х классов. Для получения аттестата они должны сдать в этом году 4 экзамена. Два обязательных – русский язык и математика, и два экзамена по выбору. По всем 4 экзаменам необходимо получить необходимое количество баллов. Например, минимальное количество баллов, которое нужно набрать по математике, составляет 27 из возможных 100. По русскому же языку достаточно 24 баллов. Именно эти цифры повлияют на то, получит ли выпускник свой аттестат или же покинет школу со справкой. Для выпускников 11-х классов правила те же, только вот экзаменов меньше. Что касается выпускников 11-х классов, то здесь ничего не меняется. Для получения аттестата они должны сдать всего два экзамена в форме ЕГЭ – это русский язык и математику. Те экзамены, которые они сдают по выбору, никаким образом не влияют на получение аттестата. По регламенту на каждый экзамен выпускникам будет даваться чуть более трех часов. Все будет проходить в четырех школах города под присмотром педагогов, а также будет вестись видеонаблюдение. Кроме того, перед входом в кабинет ученики будут проверены металлоискателем. Такой тотальный контроль помогает увидеть реальные знания выпускников, отмечают организаторы. Ведь списать точно возможностей не будет, зато будет возможность пересдать. Ребенку дается право не набрать минимальное количество баллов по двум предметам. Если он не набирает по двум предметам, то ему дается право пересдать экзамены в резервные сроки. Если он справляется, пишет экзамены хорошо, набирает минимальное количество баллов, то он получает аттестат. Если же и со второй попытки выпускник не сможет показать свои знания, то итогом об обучении в школе он увидит лишь справку. Но, как показывает практика, все ученики девятых классов все же получают аттестат. Главное – успеть подготовиться к экзаменам. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Сольтовая».